Владимир Калабухов принимает участие в выставках с 1980 года, а с 2000-го становится членом Союза художников России. Его отец работал учителем, занимаясь рисованием и скульптурой. Именно он привел сыну любовь к изобразительному искусству и в какой-то степени передал свой художественный талант. Как творческая личность источники вдохновения Владимир Калабухов находит в самом разном. Гармония, красота, совершенство меня вдохновляет. В разных проявлениях. Будь то, допустим, сарай заснеженный, или в Крыму гора Айпетри. Вот если они производят впечатление, если они заключают в себе какое-то представление о гармонии, совершенстве, то они как раз и привлекают меня. Сейчас художник проживает в городе Мелиос. Но его малой родиной является село Старая Отрадок у Юргазинского района. Чтобы подчеркнуть значимость выставки в родных краях, художник провел ее в свой день рождения, сделав одновременно подарок себе и учащимся. Руководством школы для гостя был подготовлен небольшой сюрприз. От всей души хочу нас поздравить. И вот, подавить, вот такой победитель. Здесь, конечно, вот тоже есть подарки. И посмотрите, и полус грунтованное. Вот. Все для художника. И чаю хватит на эту квартиру. Вот, подавши. Очень большую. Давайте, мы по ножкам поджарим. Владимир Калабухов признался, что в рисовании отдает предпочтение такому материалу, как пастель. В силу обстоятельств у художника не было возможности заниматься живописью постоянно. В этом плане пастель наиболее удобна. Хотя в техническом отношении ею гораздо сложнее добиться желаемого цвета, нежели акварелью или маслом. Картина настолько восхитительная, что меня вдохновляет сейчас пойти и тоже начать рисовать пастелью. Хотя, в принципе, никогда не рисовала. У тебя получалось? Нет. Смотри, просто какой переливый. Это вообще просто превосходно. У меня слов даже не хватает. Когда-то я была тоже в Крыму, и настолько аж слезы напирают. Когда я была с дедушкой, прям такой же пейзаж видела. Очень красиво выглядит, натурально. Владимир Калабухов рассказал всем присутствующим об особенностях своего творчества и различных моментах, влияющих на художественный процесс. Рисование портретов и этюдов, по его словам, занимает несколько часов. Но кроме них, на выставке художник представил картины, которые создавались им на протяжении 20-30 лет. Некоторые из них он начал рисовать, будучи студентом. Другие, когда работал преподавателем. Часть картин были написаны во время отдыха в Крыму. И несколько пейзажей художник нарисовал в селе Воскресенское. Открытие выставки в художественной школе прошло интересно и продуктивно для всех присутствующих. Не все дети у нас поступают в художественные вузы, училища. И, конечно же, это немножко печалит нас как преподавателей, потому что мы вкладываем в них всю душу и старания. Но бывает так, что яркая встреча с настоящим истинным художником оставляет след в их памяти. И они уже продолжают путь как художники, дизайнеры, рекламщики и тому подобное. Это, конечно же, нас радует. Особенно, когда дети приходят к нам через много-много лет и говорят спасибо. Увидеться с художником на выставку приехали родственники и друзья из района. Они с гордостью фотографировались рядом с работами художника и поздравляли его с днем рождения. Владимир Калабухов участник как республиканских, так и всероссийских выставок. В 2002 году его работы были выставлены в Италии на международном показе Европастель, а в 2003-м во Франции. Выставка в детской художественной школе продлится до 10 декабря. Посетить ее могут все желающие.